ИТС отрегулируйте. Он сегодня работал не очень хорошо. Взаимодействие с ГИБДД, пожалуйста, отработайте. По ряду объектов отработайте. Районы тоже подключайтесь, не надо самоустраняться. Расширенную планёрку глава администрации начал анализом утреннего коллапса. Ливень, который упорно и щедро заливал Ростов всю ночь, изменил планы многих горожан и показал проблемы, которые Алексей Лагвиненко поручил службам взять в работу. От погоды перешли к повестке дня, а главный вопрос её – День города. Праздник продлится с 14 по 17 сентября, основной день суббота 16. По городу будут открыты 32 концертные площадки. Одним из центральных событий на протяжении трёх праздничных дней станет второй международный фестиваль купечества и народной культуры в городском саду. Нас поддерживают и выступают с организаторами Российский комитет по сохранению материального культурного наследия при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. И Государственный российский дом народного творчества имени Полинова – город Москва. На этот фестиваль приедут гости из Белоруссии, Кыргызстана, Мурманская и Ярославля, Донецкая и Луганска, Пензы и Саратова. Даже самым активным горожанам успеть везде будет трудно. Спортивные соревнования на Грибном канале и в Левобережном парке, фестиваль молодёжных субкультур «Экстрим стихия» и фестиваль команд КВН. Ну а ГАЛА-концерт лучших творческих коллективов – самый лучший город на Земле. На Левом берегу с 7 до 10 вечера. Ну и ещё один вопрос планёрки – декоративная подсветка фасадов. В мае этого года правительством Российской Федерации был утверждён порядок, согласование и требования к архитектурно-газостроительному облику объектов, которые включают в том числе декоративную подсветку. Важно отметить, что в самом законе также предусмотрена возможность муниципалитетам привлекать на безвозмездной основе представителей экспертного сообщества. И в самом законе в порядке определено, что комиссиона при разработке проектной документации на строительство объектов экспертное сообщество может давать оценку тому, что предусмотрено в части архитектурно-газостроительного облика, в том числе подсветки. У нас в проекте сразу есть, как она должна быть, какая она будет, или это потом в будущем застройщик сам определяет? То есть это определяет застройщик. Но вот это же неправильно. Это неправильно, поэтому... Но возьмёт сейчас леточку наводную, приклеит и скажет, всё, подсветка у меня есть. Это же не серьёзно. Как может требовать то, чего вы изначально не знаете? Как нам сделать так, чтобы подсветка была нетельной частью нашего проекта? Подготовлен проект постановления о создании комиссии, которая будет оценивать соответствие предложенного проекта подсветки требования. В 2022 году по поручению губернатора декоративная подсветка появилась на 110 важных с точки зрения архитектуры зданиях. До конца этого года планируется подсветить ещё 69. Марина Орлова, Юрий Лешко, Первый, Ростовский. Продолжение следует...